Ну и переходим к следующему нашему информационному блоку в рамках информарафона Freedom на телеканале UA. И далее будем мы говорить о пророссийских партиях в Украине. Кстати, тему мы обозвали таким образом, Киев стремится защитить избирателей от провокаций. Так вот, после начала войны России против Украины, парламентская фракция партии, оппозиционная платформа «За жизнь» начала терять своих членов. Впоследствии Совет нацбезопасности и обороны Украины приостановил деятельность нескольких партий, в том числе ОПЗЖ, имеющих связи с Россией. В настоящее время членов партии ОПЗЖ в разных городах Украины постоянно обвиняют и уличают в сотрудничестве с Россией. А Российская Федерация, сами видите, что творит в Украине. Так, 27 апреля Национальная полиция Украины сообщила о вынесении подозрения депутату Норгодарского городского совета от ОПЗЖ Андрею Шевчуку, который согласился возглавить созданный оккупантами незаконный орган власти. Также, по данным Мариупольского горсовета, пятеро депутатов ОПЗЖ не просто поддержали оккупантов, а выступили информаторами вражеской армии и фактически корректировали обстрелы критической гражданской инфраструктуры. Среди них Константин Ивашенко, которого оккупанты избрали мэром города. Ну, на самом деле, таких персонажей намного больше. О них более подробно также будем говорить далее. Депутаты Верховной Рады, напомню, 3 мая во втором чтении поддержали законопроект, запрещающий в Украине пророссийские партии. Теперь его должен подписать президент. Документ поддержали 330 народных депутатов, за него проголосовали даже бывшие представители запрещенной ОПЗЖ. 12 депутатов от новой платформы «За жизнь» и «Мир» и пятеро внефракционных. Эту тему давайте обсудим более подробно с нашим следующим гостем, журналист-расследователь Максим Савчук с нами на прямой связи. Максим, рады приветствовать. Здравствуйте. Ну что ж, Максим, о пророссийских партиях. В целом, мы видим и в целом каждый украинец знал, кто такие, каждый депутат, кто такой, кто несет свою пророссийскую повестку и так далее. Ну вот, когда уже наступило полномасштабное вторжение, я подчеркиваю, не 8 лет назад, когда оккупировали временно оккупированный Крым и Донбасс, а именно после полномасштабного вторжения, когда уже все маски сняты, только сейчас началась борьба с российскими партиями. Что мешало начать это 8 лет назад? Не хватало доказательств? Либо все же Украина отстаивала дипломатическое завершение этой войны? Я думаю, что дело в том, что пророссийские партии постоянно, когда открывались новые дела или их уличали в прямом сотрудничестве с Российской Федерацией, говорили о том, что это проявление недемократического государства, что это гонение за оппозицией, что таким образом президент Зеленский делает все для того, чтобы зачистить своих конкурентов для будущих выборов. И я думаю, только сейчас для многих стало очевидным то, что пророссийские партии надо было запретить еще раньше. К сожалению, только война до конца перевернула эту страницу. Я думаю, что в Украине больше никогда не будет пророссийские партии, которые будут напрямую ретранслировать месседжи Москвы. Вероятно, есть свои предатели. Тем не менее, только народ недооценил пророссийские партии в Украине. Я не обобщаюсь сейчас. Весь народ, но тем не менее. Или же абсолютно все в Украине? Я думаю, что абсолютно все в Украине. Если мы будем говорить, например, о куме Путина Викторе Медведчуке, то было очень большой ошибкой сделать его переговорщиком. Это дало ему очень большой ресурс для его дальнейшей бизнес- и политической деятельности. Многие это не замечали. Многие закрывали глаза. Мне кажется, что прошлая власть играла в такие поддавки с Медведчуком, с оппозицией. Они стремились вывести Бойко, насколько мы помним, во второй тур для того, чтобы Петр Алексеевич победил на президентских выборах. Поэтому я думаю, что это было до некоторого периода некое заигрывание с пророссийскими партиями и популяризация вообще общества. Потому что деление на хороших патриотов и плохих пророссийских деятелей, она была выгодна власти. Сейчас очевидно, что эта система не работает. Украинские политики понимают, что дальше делить общество приводит к очень трагическим страницам истории, которые мы сейчас переживаем и переживает Украина. Поэтому я думаю, что это больше не повторится. Я думаю, что теперь украинская власть и гражданское общество будут очень следить за тем, чтобы в Украине не было предателей или тех, кто откровенно заигрывает с пророссийскими политиками, с пророссийской повесткой, которая ретранслирует ее на территорию Украины украинским гражданам. Скажите, пожалуйста, если вспомнить о Викторе Медведчуке, который сейчас, если я юридически правильно выражусь, арестован, либо же там ожидается далее судебное решение по поводу него. Ведь всем же было известно также, кто такой Виктор Медведчук. Я правильно понимаю, что юридически было настолько все спланировано, что с юридической точки зрения к нему не было никаких претензий до полномасштабного вторжения в Украину? Я не думаю, что до полномасштабного не было претензий. Мы помним, как еще в 2021 году начались расследования. Мы услышали пленки, которые нам продемонстрировала Служба безопасности Украины, Генеральная прокуратура Украины. Мы понимали и общество понимало, что за Медведчука... Так и пришла очередь Медведчука отвечать за все свои деяния. Мы увидели дело о аннексировании газового родника по факту. Да, газового родника по факту. Извините, русский не мой родной язык. Это сейчас тренд, все нормально. Да. На территории Крыма о том, что его компания непосредственно с Виктором Медведчуком планировала выдобывать газ из украинского источника по русским законам, российским законам оккупационным. И я думаю, что работа началась. Просто война ускорила эти процессы. И попытка бегства Виктора Медведчука, это логическое завершение, по-моему, его политической карьеры. И то, что он был задержан, и сейчас, насколько я знаю, допрашивается СБУ. Также от некоторых россиян можно услышать нечто подобное. Ой, что вы нам говорите, что у нас пресекается свобода слова, если и у вас каналы закрывают. Для меня это очень странно, потому что, когда такое звучит, это означает, что человек абсолютно не анализирует ситуацию и не разбирается в деле. Но, тем не менее, можно коротко от вас, что означали эти каналы, что они транслировали и почему они должны были быть закрыты? Я прямо не скажу, что должны были закрыты быть. Я скажу так, что у меня лично создавалось впечатление, что вот те три канала Ньюзван, Зик и какой там, 112, это были какие-то филиалы первого российского телеканала, Россия-24. То есть там постоянно подбирались эксперты, которые, четкие месседжи, которые были созвучны на Кремле. Там были очень странные ведущие. Вот я сейчас могу вспомнить Вячеслава Пиховшика, очень такого давнего товарища и друга информационного, Виктора Медведчука, который порой по полчаса, по 40 минут просто восхвалял Виктора Владимировича и говорил о том, что вот он единственный, кто может спасти страну, он единственный качественный переговорщик. И иногда, понимаете, там была такая некая хитрость. Журналисты не говорили напрямую вот эти вот опасные тезисы, но они приглашали людей, которым давали площадку для того, чтобы они это всё произносили как гости. А потом, когда это всё приходило к каким-то разбирательствам, журналисты говорили, у нас просто свобода слова, понимаете, мы не можем просто остановить человека, который приходит и высказывает своё мнение. И более того, там никогда не было баланса разных позиций. Там всегда была повестка, насколько я помню, насколько я смотрел и наблюдал за тем, что происходило на этих каналах. Всё подавалось довольно-таки вне стандартов журналистики. И там всегда была одна чёткая линия, которую транслировали с утра до вечера, круглосуточно. Поэтому мне кажется, что в независимой стране таких каналов, наверное, не должно было быть. То есть это вопросы, наверное, к этике, к журналистским стандартам и к тому, как преподносилась информация. К этому очень много вопросов. И в «Нацирадис» по вопросам телевидения постоянно были обращения и вопросы к этим телеканалам, к менеджменту. Максим, ну вы же помните, как подавалась вся эта информация. Например, когда Совет национальной безопасности обороны принял решение о закрытии каналов Медведчука, 112 Ньюзваный ЗИК, сразу же, практически сразу же, президент России Путин выступил с заявлением, мол, о какой независимости и демократичности можно говорить в Украине, если они закрывают совершенно независимые телеканалы. А вот, кстати, потом эти месседжи протягивали и через, опять же, эти телеканалы. Опять же, про российские политики об этом говорили, выступая в защиту так называемых независимых каналов. А по факту вообще, можно ли их называть независимыми, если у них есть хозяин? Ну, послушайте, если на телеканале несколько раз, я помню, это был, по-моему, 19-й год, показывают Медведчука, Кума Путина, которому не задают острых вопросов вообще, а порой журналисты служили просто подставкой для микрофона, где пророссийский политик мог доносить абсолютно всё и говорить на любую тему. И это всё было как такая площадка, трибуна для его выступлений. Наверное, нельзя говорить о том, что эти каналы были независимыми. А касательно того, что закрыли каналы, так очень много редакций RT закрыли на территории Европейского Союза, насколько я знаю, это говорит о том, что европейцы тоже понимают ущерб, который наносится гражданам своих стран именно вот этими пророссийскими рупорами. Поэтому я думаю, что это проблема не только нашей страны, это проблема планетарного масштаба, потому что российские редакции российских каналов, например, «Спутник», «Арти», у них есть редакции фактически по всему миру. Они транслируют свои передачи на языках тех стран, в которых они работают, и просто фактически говорят словами Владимира Путина, который сейчас ведёт абсолютно жестокую войну против Украины. Максим, и хотели бы перейти дальше ещё к вашей книге, которая называется «1937». И я знаю, что это название связано не с началом большого террора. Давайте вот начнём сначала. Почему книга называется именно так? Книга называется «1937», потому что номер «Мерседеса» Виктора Медведчука, бронированный «Мерседес», на котором он постоянно ездил до того, как его задержали, а машину арестовали, имеет именно этот номер. К сожалению, когда с Виктором Медведчуком ещё можно было пообщаться в парламенте, как-то его поймать, когда он заходит в Верховный Совет, почему-то я не спросил, почему он выбрал именно этот номер для своего автомобиля, потому что ассоциации, мягко говоря, не очень приятны с этим годом. Поэтому такое название. Собственно, и был следующий вопрос. Это ведь номер на заказ, и почему именно этот номер, но, вероятно, это останется догадкой и оставит пространство для домыслов всех читателей этой книги и не только. А когда вот стало понятно, я знаю, что вы журналист-расследователь, и вот когда стало понятно, что всё, что вы увидели и узнали, действительно тянет на книгу? После какого происшествия, после какого факта? Знаете, был очень такой интересный момент, когда в 2018 году мы написали расследование, выдали о газовом источнике. Я до конца не уверен, что именно источник правильно в данном случае. Ну ладно, газовое месторождение глубокое возле Крыма. У нас были очень большие сомнения. Ну, не очень большие, а у нас были косвенные доказательства, но мы не были уверены на 100%, что это непосредственно Медведчук занимается разработкой этого аннексированного месторождения Украины-России. Но когда, по-моему, весной прошлого года были предоставлены переговоры Виктора Медведчука о том, как он договаривался о том, что он хотел бы дальше добывать газ из этого месторождения, тогда я понял, что мы это всё делали не напрасно, что мы не ошибились в этом. И знаете, за эти три года я выпустил около 20 материалов о бизнесе Виктора Медведчука, Тараси Козаки, их ближайшего окружения. И мне показалось, что это целостная история. То есть когда один эпизод перетекает в другой, из третьего эпизода какие-то общие фигуранты раскрывают какую-то уже четвёртую историю, это всё очень было похоже на цикл такой. И мне показалось, что это целостная история. И мне очень хотелось бы рассказать о том, как журналисты, как мы, как команда журналистов расследований и схем находили то или иное имущество, то или иной бизнес. Потому что это очень часто оказывается за кадром и не всегда понятно зрителю, как журналист нашёл то или иное. И мне просто хотелось об этом рассказать. Поэтому в книге ещё очень много эпизодов реальных и жизней редакции. Порой они даже смешные. Порой просто это интересные эпизоды. И о том, как иногда шокирующие находки удаётся найти. Там, где, казалось бы, ничего привлекательного нет, но какой-то один фактор раскрывает целую картину. И это такой момент открытия. Он очень важен для журналиста-расследователя. И вот эти вот эпизоды, они подробно описаны в книге. Конечно, там есть эпизоды с общением Виктора Медведчука со мной, с журналистами схем, о том, как он отвечал на те или иные вопросы. Ну, вообще общения с Медведчуком там довольно-таки не очень много, потому что на общении с ним оставалось 4 метра от его бронированного Мерседеса до дверей парламента. А вот за эти 4 метра, это секунды 7-10, надо было представиться, задать вопросы и попытаться услышать ответ или просто услышать не ответ, когда он игнорировал некоторые аспекты своей деятельности. Максим, я знаю, что в этой книге, снова-таки, я знаю от предыдущих твоих комментариев, потому что на книгу только можно оформить предзаказ. Так вот, книга, судя по твоим комментариям, она не только про Медведчука, но еще и про журналистское расследование как таковое. Добавили бы вы ее в учебный план на журфаке, например? Я не знаю. Я сам не имею профильного образования. Я учился на практике, поэтому, не знаю, наверное, это должны решать преподаватели и институты. Но там, на самом деле, очень много инструментов, действительно, которые мы используем при расследованиях. Поэтому для журналистов это тоже такая, я сказал бы, прикладная книга, я думаю, может быть. И также коротко хотела бы подтвердить эту информацию, потому что также я прочитала, что вырученные деньги вы решили отдать на помощь ДСУ. Это правда? Да, это правда. Я хотел бы поблагодарить издательство Якабу Павлишин, которое согласилось выдать эту книгу. Это очень важно, потому что, когда уже был готов текст, очень много издательств просто отказывали, потому что не хотели иметь проблем с Виктором Медведчуком. Якабу проявила смелость. И свой гонорар, действительно, я решил отдать нашим защитникам. Я думаю, что это единственное правильное решение. И как раз пока мы с вами, Максим, общаемся, телеграм-канал Дом сообщает, что суд арестовал движимое и недвижимое имущество родственников Виктора Медведчука и Тараса Козака. Об этом сообщает Государственное бюро расследований. Как рассказали в ведомстве Лычаковского райсуда Львова, там удовлетворили ходатайство следователей ГБР об аресте движимого и недвижимого имущества, принадлежащего предприятиям родственников, народных депутатов от ОПЗЖ. Размер установного капитала этих шести предприятий составляет более 80 миллионов гривен. Среди арестованного имущества три земельных участка, 11 нежилых построек и помещений, в числе которых и помещения площадью почти 300 квадратных метров в самом центре Львова. Также арестованы 126 автомобилей, среди которых и легковые, и грузовики КРАЗ и КАМАЗ. Такое ощущение по этому арестованному имуществу, что они все-таки планировали какой-то побег наподобие побега Януковича, когда он все КАМАЗы свозил и просто наличку вывозил. Вот, Максим, к вам последний и очень короткий вопрос. Исходя из того, что вы знаете, вы видели, вы писали по этому поводу книгу, вы отслеживаете всегда информацию о Медведчуке и о всех пророссийских политиках партий. Как вы считаете, сейчас какое их будущее? Я думаю, что будущего нет. И мне кажется, что и сами депутаты, которые попали в парламент от ОПЗЖ, просто ждут, когда их запретят, потому что выхода из этой ситуации нет. Мы видим о том, что от Медведчука все отвернулись фактически после этого задержания. Господин Левочкин, насколько я понимаю, вообще в Украину не вернулся до сих пор, и у него нет никакой коммуникации, он ничего до сих пор не сказал о войне. Они превратились в каких-то маргиналов. Я думаю, что они и сами ждут, вот мне так кажется, что их запретят, потому что у них патовая ситуация, они как бы и дальше работать не могут, потому что как можно работать в парламенте украинском во время войны, имея такой штамп-клеймо пророссийской партии. Поэтому я думаю, что их дни сочтены. Ну, а об этом ваши слова подтверждают и то, что за законное запрете пророссийских партий голосовали и сами же уже бывшие члены партии ОПЗЖ. Спасибо большое вам, Максим, что вы нашли время присоединиться к нашему эфиру. Я напомню, что журналист-расследователь Максим Савчук был на прямой связи с нашей студией, говорили о пророссийских партиях и в том числе о Викторе Медведчуке, кстати, по информации оперативной которого, полностью арестовали движимое и недвижимое имущество их же родственников Медведчука и Тараса Козака. Мы двигаемся дальше. От пророссийского влияния на внутреннюю политику пытаются защитить избирателей украинские законотворцы, Совет Безопасности и Обороны, приостанавливая деятельность коллаборационистов с мандатами, а Верховная Рада принимает закон, который должен упростить процесс запрета партии. Детальнее о шагах, которые предпринимает Киев, чтобы избежать провокации, посмотрим в следующем материале. Социалистическая партия Украины, оппозиционная платформа «За жизнь», партия «Шария», наш оппозиционный блок. Фракций этих партий в Верховной Раде и местных советах больше нет. Решение приостановить их деятельность в конце марта принял Совет Безопасности и Обороны Украины. Любая деятельность политиков, направленная на раскол или коллаборацию, не будет иметь успеха, но получит жесткий ответ. Поэтому СНБО решил, учитывая полномасштабную войну, развязанную РФ, и политические связи, которые имеют ряд политических структур с этим государством, приостановить любую деятельность ряда политических партий во время военного положения. Депутаты из ОПЗЖ не растерялись. Уже через месяц часть фракции создала новую депутатскую группу «Платформа за жизнь и мир». В ответ секретарь СНБО Алексей Данилов посоветовал им тихо уйти из Рады, пока их не вынесли. Чтобы прекратить деятельность существующих и не допустить создания будущих коллаборационистских партий, Верховная Рада приняла закон, известный под названием «О запрете пророссийских партий». Война продемонстрировала, что очень много представителей пророссийских политических сил фактически занимаются коллаборационистской деятельностью. Поэтому в парламентском зале этот закон нашел очень большую поддержку. И именно война обострила все вот эти, скажем так, острые углы деятельности и вред от деятельности таких политических партий для украинского государства. Сам закон деятельность коллаборациониста в Раде не прекращает. Документ изменяет саму процедуру. Запрещать или не запрещать, как и раньше, будет решать суд. Украина является демократическим правовым государством. Процедура запрета политической деятельности политической партии в Украине полностью соответствует европейским, западным нормам. Административный суд при изучении всех обстоятельств и всех материалов, которые предоставлены Министерством юстиции, принимает соответствующие решения запретить, либо не запретить деятельность политической партии. Механизм выглядит так. Минюст обращается в суд с иском. На протяжении месяца суд этот иск рассматривает. После решения партийцы могут подать апелляцию и снова месяц уже на ее рассмотрение. Заниматься такими делами будут только два украинских суда. Была такая система, что рассматривал окружной административный суд города Киева. Сейчас законодатель изменил суд. И сейчас это апелляционный административный суд во Львове, который будет рассматривать эти дела в первой инстанции. А уже в последней инстанции будет кассационная апелляционная административная палата в рамках Верховного суда. Однако запретить партию не равно выгнать депутатов из Рады. Мандатов членов запрещенных партий лишать не будут. Это противоречит Конституции, говорят эксперты. Депутаты представляют или украинский народ, или представляют территориальные громады, они не представляют избирателей конкретной политической силы. Более подробно выписали законотворцы и основания для запрета. Теперь среди них есть оправдание или отрицание вооруженной агрессии против Украины. Запретить партию можно из-за прославления действий или бездействия тех, кто эту агрессию совершает. Ведь коллаборационистская деятельность это не только отстаивание интересов России в парламенте, но и насаждение российских нарративов обществу через телеканалы и карманных блогеров. Поэтому и борьба с такими политиками должна быть комплексной. Валерия Никипелова специально для информационного марафона Freedom телеканала UA. Это платформа за життя.